Всем привет! Намерение начать тестирование и отладку сервиса это уже хорошо, а знание того, с какими инструментами это возможно, еще лучше. В этом уроке мы как раз и познакомимся с доступными для вас тулзами, как общими, так и специализированными. И, пожалуй, первое, о чем мы поговорим, это Chrome DevTools. Как и следует из названия, инструмент доступен из браузера Google Chrome. Так как это самый популярный браузер на данный момент, то в первую очередь при создании приложения стоит ориентироваться именно на корректную работу в этом браузере. Кроме того, движок Chromium, лежащий в его основе, используется в очень многих других популярных браузерах. Чтобы начать использовать DevTools, необходимо открыть в браузере приложение нажатия в 12 или фана в 12 в случае с некоторыми ноутбуками или три точки. Дальше дополнительные инструменты, инструменты разработчика. Стоит обратить внимание, что многие данные, например, сетевые запросы, будут отображаться только те, которые были получены после открытия DevTools. Поэтому имеет смысл регулярно обновлять страницу. Основные интересующие нас вкладки и возможности. Первое – это консоль, которая позволяет видеть коды и сообщения об ошибках, а также принимает на вход и исполняет команды на JavaScript. Второе – Elements. Показывает HTML и CSS код страницы. Очень удобно для поиска элементов страницы, а также для получения их XPath и селекторов. Это определенно пригодится, если однажды вы решите писать автотесты. Важным инструментом является возможность очень оперативно выделять элементы страницы с помощью курсора и тут же видеть часть кода, к ним относящуюся. А также возможность отображать контент на различных разрешениях экранов с практически любым соотношением сторон. Network. Здесь отображаются отправленные фронтом к бэку запроса и полученные от него ответы. А также полезная нагрузка в виде медиафайлов и скриптов. Инструменты этой вкладки позволяют также влиять и на сетевые запросы, например, замедляя скорость интернет-соединения троттлингом. Использование этих данных – один из самых простых способов понять, возникает ли проблема на фронте или на бэке. Application. Просмотр редактирования локальных хранилищ, например, Storage и Cookies. Sources. Просмотр подключенных файлов и дебаг исполняемого кода. Одна из самых новых возможностей – это Lighthouse. Он позволяет практически в один клик провести аудит приложения или страницы и выявить проблемы с производительностью, а также некоторые другие. Performance. Позволяет измерить скорость загрузки страницы. Второй доступный инструмент, который во многом аналогичен DevTools'ам в Хроме – это режим разработки в Safari. Специфика его заключается, что логично, в том, что работает он в браузере от Apple. В состоянии из коробки в Safari, в отличие от Chrome, эти инструменты не отображаются. Для того, чтобы их увидеть, необходимо выполнить Safari, настройки и нажмите «Дополнение». Затем установите флажок «Показывать функции для веб-разработчиков». В появившемся меню нас интересует пункт «Показать веб-инспектор». После знакомства с DevTools'ами веб-инспектор освоить не будет проблемой. Функционал его по большому счету аналогичен. После того, как вам удалось в достаточной мере поработать с DevTools'ами и веб-инспектором, приходит естественное желание увидеть нечто подобное при отладке и на мобильных клиентах. Однако, если вы используете базовую сборку клиента ВКонтакте, скачанную из AppStore или PlayMarket, то подобного инструментария в ней не предусмотрено. Однако, существуют специализированные решения, позволяющие получать необходимые данные. И первый из них — это Eruda. По сути, это аналог DevTools'ов, но от сторонних разработчиков и работающий на мобильных платформах. Он достаточно удобен для работы с мобильным вебом, но просто так не запускается в мобильных приложениях. Подробную информацию об использовании этого инструмента для мини-приложений можно найти на DevPortale. Чтобы получить доступ к консоли прямо в мобильном приложении, администратору сервиса необходимо перейти в админку приложений, открыть «Редактировать», «Настройки» и в блоке «Версия для мобильных клиентов» установить флажок «Консоль отладки Eruda». Теперь, открыв свое мини-приложение, вы обнаружите наэкранную кнопку, открывающую Eruda. Стоит помнить, что так же, как и с DevTools в десктопной версии браузера, в консоль и Network попадают только те события, которые были вызваны после открытия Eruda. Поэтому также имеет смысл обновить данные в приложении, переходя по его вкладкам. Следующий инструмент — это DebugWebView и WebInspector на iOS. После блока про Eruda у опытных мобильных разработчиков может возникнуть логичный вопрос. К чему эти сложности, если существует DebugWebView и о его использовании даже упоминается в документации ВКонтакте? Действительно, WebView является отличным инструментом, позволяющим использовать функционал DevTools в более удобном виде со своего компьютера и в случае с Android даже транслировать его интерфейс на наш монитор и полноценно с ним взаимодействовать. Однако, продакшн-версии клиентов ВКонтакте не разрешают проксирование трафика и работу с WebView. Поэтому использование Eruda является оптимальным решением. Ну или попробуйте попасть в бета-тест ВКонтакте и получить доступ к тестовым сборкам, разрешающим использование всех инструментов. И напоследок, давайте получше рассмотрим Lighthouse. Скорость открытия и работы приложения – один из важнейших параметров, влияющих на пользовательский опыт. Медлительность загрузки снижает вероятность возвращения пользователей и прибыль компании. Опыт ведущих компаний показывает, что изменение этого параметра даже на 1% способно оказать большое влияние. Если приложение запускается более 5 секунд, 74% пользователей уйдут раньше, чем оно откроется. И на самом деле узнать, как обстоят дела с этим в вашем сервисе не так сложно. Перейдите в админку своего приложения, возьмите URL своего приложения и откройте в Chrome. Откройте DevTools и перейдите в Lighthouse. Выберите метрику, которую хотите проверить, и нажмите Analyze. В открывшемся отчете в идеале видеть 95 баллов по каждому из параметров. Если оценка ниже – это повод заняться оптимизацией. Это далеко не все инструменты, которые вы можете использовать для тестирования ваших сервисов. Выберите то, что вам нужно под ваши потребности и возможности, и действуйте.